Карантин и выходные продолжаются. Сегодня свое движение приостановил общественный транспорт. К слову, сейчас в городе работают не только продуктовые магазины и аптеки, но и небольшие непродовольственные торговые площадки, финансовые организации, правда, с некоторыми ограничениями. И давайте уточним, какие именно работают у нашего корреспондента Динары Абдировой. Она сейчас с нами на прямой связи, находится на одной из заживленных улиц Нурсултана. Динар, приветствую. Расскажите, как сейчас живет столица и соблюдаются ли ограничения? Алмаз, добрый день. Да, все верно, мы находимся на одной из заживленных улиц столицы. Это улица Валиханово. Здесь достаточно многолюдно. Связано это с тем, что многие непродовольственные, как и продовольственные магазины, открыты и находятся именно вдоль этой улицы. Стоит отметить, что соблюдается масочный режим, а вот норма главного санитарного врача по городу Нурсултан о том, что в торговых объектах должна быть наполняемость не больше 30%, к сожалению, не соблюдается. Вот мы здесь находимся уже больше часа и во многих торговых объектах наблюдается скопление людей. О социальной дистанции пока, к сожалению, не приходится говорить. И стоит отметить, что мы сейчас хотим поговорить с жителями столицы и узнать, почему немногие носят маски именно правильно, а носят на подбородке. В этой связи сейчас мы поговорим с жителями. Буквально дайте нам пару секунд. Здравствуйте. Здравствуйте, можно вас? Можно спросить у вас, а вы почему маску только сейчас именно надели, когда мы к вам подошли? Почему? Потому что маска на козерога накидана. Но вы же работаете с людьми, и вам обязательно нужно носить маски при контакте с ними. Вы же не работаете? Да, да, да. Но здесь, наверное, у нас есть человек, но я не могу, потому что я без маски нахожу. Когда надо, я буду делать маски. Стоит отметить, что когда наша съемочная группа подошла, и многие засуетились и надели сразу же маски, хотя до включения многие жители стояли без масок. Хочу отметить, вот как раз таки вы видите, что в одном из торговых объектов не соблюдается социальная дистанция. Людей достаточно здесь много, а помещение не такое уж и большое. Я хочу в конце добавить, что сегодня общественный транспорт не работает, в отличие от субботы. Там проводятся дезинфекции, так написано на официальном сайте Акимата. Хочу сказать, что завтра уже автобусы заработают в прежнем режиме, и город также, и многие торговые объекты тоже возобновят свою работу. Алмаз, у меня на этом все. Спасибо. Динара Абирова вышла на улицы столицы, чтобы проверить, как соблюдают люди карантин.